Биологическое разнообразие В последние годы темпы объединения биологического разнообразия на территории Москвы заметно усилились. Что сегодня послужило причиной того, что биологическое разнообразие Москвы быстро сокращается? Прежде всего это факторы, которые мало, по правде говоря, зависят от каких-то конкретных охранников природы, от общественности. Дело в том, что московский мегаполис развивается такими темпами, и последствия такого безудержного строительного бума настолько значительны, что природа просто не выдерживает вот этого натиска урбанистического, и многие виды, которые, в общем-то, вполне обычные до недавнего времени были, они исчезают. Говоря об озеленении Москвы, об охране природы, очень часто решения принимаются влевым порядком, без учета того, что реально в мегаполисе сохранить и восстановить. У нас просто имеются примеры, когда Москомархитектура оформляет разрешение на разработку проектной документации по строительству, допустим, спортивного комплекса на землях памятника природы, который находится в постоянном бессрочном пользовании у Мосприроды. Особо охраняемые природные территории и биоразнообразие как таковое – это не прихоть и их сохранение, это не прихоть кучки каких-то фанатов природоохранников, это наша жизненная необходимость, потому что во всем мире признано, что биоразнообразие – это один из важнейших факторов окружающей среды, от него зависит ее благополучие. Когда мы будем обсуждать проекты рекомендаций, очень хотелось бы, чтобы в нем четко было прописано, что все работы, связанные с содержанием и организацией использования особо охраняемых природных территорий, начиная от планирования, проектирования и кончая исполнением этих проектов, оно было в одних руках у Мосприроды. Контроль должен быть у одной организации. В Москве, как столице нашей Родины, полагалось 168 тысяч гектаров экологически эффективных территорий, в них входили и парки, и скверы, и подмосковные леса, и городские леса. И при этом все это богатство полагалось на 7,5 миллионов жителей максимум. Сейчас, согласно мониторингу УНФ, который в том числе благодаря спутниковому исследованию, у нас от этих 168 тысяч га осталось 60 тысяч гектаров, при этом население Москвы увеличилось вдвое. При этом вот эти оставшиеся 60 тысяч гектаров – это деградирующие территории. Особенно это касается ОПТ, который является экологическим каркасом, гарантирующим нашу экологическую безопасность. Теперь рабочие группы. В 2012 году были созданы рабочие группы при особо охраняемых природных территориях. Констатирую, что за 5 лет существования нашей рабочей группы мы сделали много полезного. В частности, я думаю, Галина Васильевна Мороза согласится, значит, нами был согласован проект «Парк и ветеран», которым мы до сих пор гордимся. Там есть свои недочеты, но тем не менее и общественность, и представители МОЗ природы, и департаменты восприняли реализацию этого проекта как очень положительный пример. Почему это было положительным примером? Потому что все происходило в тесной координации с общественностью. Мы выходили многократно на место, были учены все наши замечания. Вот это как раз тот пример положительного взаимодействия. Это встреча с заинтересованными организациями Департамента госимущества, Московской архитектуры и так далее по обсуждению вопросов планирования осуществления работ на ОПТ с тем, чтобы обеспечивать соблюдение природоохранного законодательства и целевое назначение этих работ. Вот. Более того, может быть, это либо отдельно, либо здесь же рассматривать о том, ну, в общем, надо подумать под формулировкой, чтобы функция заказчика работ на ОПТ был, собственно, сам департамент, а не кто-то. МОЗ природы? Ну, или МОЗ природы, да. МОЗ природы